Прокуратура в суде намерена отстаивать интересы жильцов аварийного дома. В ноябре прошлого года в одной из двухэтажек Волгограда вследствие коммунального ЧП произошло обрушение перекрытий. Половина строений в настоящее время пустует, а во второй продолжают жить несколько семей с детьми, несмотря на требования закона предоставить людям временное жилье. Рассказывает Антон Талпа. Жители этого дома в советском районе Волгограда до сих пор вздрагивают при упоминании событий ноябрьского утра 2012-го. Когда их жилище в буквальном смысле затрещало по швам. Страшный шум доносился с первого этажа строения. На глазах людей рушились межэтажные перекрытия. 16 ноября в 6 часов утра разбудили соседи, так как лопнула батарея топительная. Здесь было все в пару. Вызвали, позвонили в аварийную службу. Вызвали аварийную службу. Аварийная служба приехала где-то в 9 часу уже. Начали рушиться стены. Я вообще плакала. Для меня это было впервые в жизни. Мы как бы только вселились сюда. Для меня была истерика, конечно. Я не знала, что делать. Вообще, куда нам, что нам. Все отключили нам. Опечатали все в этот же день. Просто меняли вот эти вот... Они приезжали, смотрели, что там еще обрушалось или не обрушалось. Приехали, посмотрели и уехали. Опечатали и уехали. И с тех пор вообще тишина. Пишем, жалуемся. Отписки идут. У них жилья нету переселять нас. Переселили только одну семью многодетную и все. А мы тут как жили, так и продолжали. Половину квартир в доме опечатали. В других по-прежнему живут люди. Специальная жилищная комиссия районной администрации признала дом аварийным и пообещала сделать капитальный ремонт. На том и дело встало. Сейчас в ситуацию разбирается прокуратура. Ведь в двухэтажном строении пока нет и намека на ремонтные работы. А пострадавшим так и не предоставлено временное жилье. Дом должен быть капитально отремонтирован. На этот период предоставляется жилье. Когда дом будет отремонтирован, принят комиссии, жильцы заселятся обратно в свою комнату. Администрация города обязана, по нашему мнению и по закону, предоставить соответствующее жилье на период проведения капитального ремонта. Мы обратились в суд и надеемся, суд нас поддержит. Прокуратура встала на сторону людей и направила материалы дела в суд. Пока же одна половина жильцов находится в полуразвалившемся доме, а другая ютится у родственников и друзей. Подвал строения наполняется водой, стены обрастают грибком и новыми трещинами. Антон Талп, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба.